Километровые пробки нервозности в пустую потраченное время. В таких условиях встречают утро многие жители республики. А дело все в том, что автомобильную развязку у въезда в Махачкалу никак не введут в эксплуатацию. Кто в этом виноват и когда все-таки запустят долгожданную эстакаду, узнавала моя коллега Патимат Ханапова. Открытие этого моста власти уже как-то анонсировали. Изначально дата приходилась на октябрь прошлого года. Однако сроки затянулись и не на шутку. Эту небольшую будку рядом с дорогой называли главным камнем преткновения, как в некоторых СМИ и интернет-пабликах, так и в народе. Говорили разное, будто бы хозяйка не готова идти на компромисс или что она якобы просит баснословные деньги. Называли даже сумму 100 миллионов рублей. Мы встретились с владелицей коммерческой точки. По ее словам, все эти разговоры не соответствуют действительности. И мне не предлагали, и я это сам ничего никому не сказала. Если бы к вам пришли договариваться, все-таки вы пошли бы на какой-то контакт? Конечно, какой разговор. Не было бы никакого. Вот так подойти, вот в человеческий... Это подтверждают и представители местной власти. Накануне на диалог с Меседу вышел и глава поселка Ленинкент. По его словам, буквально сразу удалось найти общий язык с хозяйкой и даже прийти к общему решению. Ходят слухи, что она требует большую сумму денег. Но то, что в соцсетях говорят, это неправда. Она не требует никаких денег, 20 миллионов, 10 миллионов. Она идет нам навстречу, она готова уйти отсюда, перенести эту будку в другое место. Но никто с ней не разговаривал. Мы сейчас администрация Кировского района, мы, как я, как глава поселка подошел, поговорили с ней. Ну и подрядчик нам будет помогать с техникой, с финансами. О том, какая же все-таки главная причина срыва сроков, мы решили узнать у подрядчика, представители которого прокомментировали ситуацию. Невозможность производства строительно-монтажных работ на втором этапе связана с судебными тяжбами, которые, в свою очередь, связаны с отводом земель в федеральную собственность. Стоит отметить, что на проект выделено около 2 миллиардов рублей. Накануне с обходом здесь был и спикер дагестанского парламента Хизриших Саидов. Был поднят вопрос о крайних сроках сдачи объекта. Генподрядчик на этот раз обещал завершить работы до конца ноября текущего года. И отметил, что осталось достроить всего лишь 120 метров дорожного полотна. Мост стоит, все смеются над властью, над республикой. Они же не говорят их, они не знают, знать не знают. Они говорят те, кто на площади сидит. В конце ноября я сказал, остальное решили. Успокойтесь, успокойтесь. В конце ноября проходил костюм. Копичку. Там мы сделаем дырку и оденем на двор. Все слушали? Вот таким мужчинам приятно называли. Здесь очевидно, что главные последствия срыва сроков – это дискомфорт для горожан и автомобильные пробки. Нервозный за рулем ни к чему хорошему, как правило, не приводит, а потраченное время никто не вернет. Поэтому скорого ввода эстакады в эксплуатацию ждут многие дагестанцы. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.